В столице региона завершился второй день семинара глав муниципальных образований. Вопросов масса и все актуальны для каждого сельсовета. Основные темы – предстоящая доставка угля в населенные пункты, также подготовка к следующей зиме. Говорили о развитии самих поселений, в частности о создании на них территориях индивидуальных предприятий. С итогами второго дня семинара Алена Валей. Сократить отток жителей сельских населенных пунктов и создать новые рабочие места – вот основная задача для региональных предпринимателей. Несколько лет подряд обязанности органов местной власти и бизнесменов на селе были четко разграничены. Сейчас в условиях стабилизационной экономики они должны начать работать совместно. Ведь новые индивидуальные предприятия – это рабочие места и неплохой доход в бюджет муниципалитетов. Сельские жители готовы начать работу с оформлением своего ИП, например, по выращиванию местного картофеля. Переживать портку сбыта. То есть, будет ли разговаривать с нашими, скажем так, потребкооперацией о том, чтобы они все-таки давали преимущество нашим предпринимателям и производителям. Они везли из Кирова то, что потом приходится по-другому китать. Ранее в муниципалитетах была практика, когда продукты питания – рыбу, картофель, молоко, мясо – в бюджетной организации закупались у местного населения. Потом стали требовать разрешительные документы, которые можно было получить только в Архангельске. У нас здесь есть специальные службы, но, еще раз скажу, у нас будет субсидия на компенсацию затрат на проведение всех этих процедур. Зартификация, литинзирование, получение каких-либо разрешений. Также регион субсидирует затраты на единицу продукции. Это мясо, молоко, творог, масло и даже копченая рыба. В идеале планируется по максимуму заместить завозную продукцию местной и создать порядка 70 новых рабочих мест, а также привлечь около 100 миллионов рублей в небюджетных средств. Другой вопрос на семинаре, который вызвал массу обсуждений – подготовка к осенне-зимнему сезону. Основное – это предстоящие поставки угля в населенные пункты. Делаем ставку на кузбасский уголь, который практически по всем основным характеристикам значительно лучше интинского. А именно, у него процент породы, если кто помнит, у интинского был в районе 26%, у кузбасского дают 10-12%. По словам жителей, которые уже смогли испытать новый вид угля, шлака от него практически не остаётся. Значит, и котлы в котельных для очистки можно останавливать реже. Зашёл разговор и о проведении работ по подготовке сетей тепла и электроснабжения к следующей зиме. Так, в Амдерме проведут капитальный ремонт трансформаторной подстанции на водозаборе. В Андик закупят спецтехнику. В ОМУ планируют поставить и установить новый дизель-генератор. Также будет проведена замена теплосетей и котлов в других населённых пунктах, не за горами и подготовка к пожароопасному периоду. Согласно новой редакции правил противопожарного режима, шесть населённых пунктов региона могут попасть в список зон, находящихся под угрозой лесных пожаров. Это Коткино, Волоковая, Щелина, Тошвиска, Харута и Нижняя Пёша. Сейчас, даже если в городе или в населённом пункте есть какая-то парковая зона, непосредственная, где не обязательно, что там хойный лес, смешанный лес и так далее, он уже считается подверженным угрозой лесных пожаров. Если эти населённые пункты попадут в категорию «подверженным лесным пожаром», тогда работы у глав прибавится. Ведь подготовка к пожароопасному периоду – обязанность муниципалов. А в правилах сказано, что если рядом с лесом находится двухэтажное капитальное строение, тогда разграничивающая полоса должна быть не менее 70 метров, при одноэтажном – до 50. На этом обсуждение проблем муниципалитетов не закончилось. Впереди ещё один день семинара. Темы актуальны для всех. Это предоставление социальной поддержки местным жителям, оказание медицинской помощи, профилактика социального сиротства.